Привет, меня зовут Артемий, это История России для чайников, и сегодня мы наконец-то добрались до еще одного великого правителя, Екатерины II. Конечно, уже традиционно правление столь значимого монарха мы будем разбирать в течение нескольких выпусков, в частности сегодня мы поговорим о личности императрицы, ее устремлениях, первых начинаниях и попытках создать счастливую Россию будущего, что, кстати, стало реальностью для дворян, само собой. Ну а если хотите увидеть новые выпуски поскорее, то пальцы вверх, фильетоны в комментарии, звон во все колокола и распространяйте молву о нашем славном канале среди всех своих знакомых, страдающих от безответной любви к истории, ведь здесь, на Историю России для чайников, она гораздо интереснее, чем кажется. Вообще, о Екатерине мы уже много узнали и в предыдущем выпуске, поэтому если не смотрели, бегом вот сюда, мои маленькие любители отношений между дальними родственниками. Если вкратце, то Екатерина II, бывшая до крещения Софии Августы Фредерико Энгаль Цербской, снова выговорил с первого раза, смогла создать имидж человека, которому была не безразлична судьба как ее подданных, так и страны в целом. Вот несколько фактов. Словив воспаление легких, отказалась от лютеранского священника в пользу православного целителя. Патриотизм. В отличие от своего мужа Петра III, часами молилась у гроба покойной Елизаветы Петровны. Уважение. И когда все тот же Петр III начал чудить во всех сферах политики, его отношение к жене после рождения сына Павла резко охладело. Екатерину поселили в другом конце Зимнего дворца, далее прозвище «Запасная мадам» и, как итог, «Сострадание окружающих». Но одного впечатления мало для переворота нужны верные соратники. О них мы, кстати, тоже говорили в прошлый раз. Если вкратце, то военные кинули Петра III и присягнули Екатерине II. А знаете, в чем подвох? В том, что по логике престола наследия, следующим правителем должен был становиться Павел, сын Петра III, ну а Екатерина могла претендовать разве что на роль регента. Но нет, все присягают именно ей, причем с формулировкой, что «Сеё есть желание всех ваших подданных явное и нелицемерное». Вот как надо правильно называть обнуление. Новая императрица, в отличие от своих предшественников и предшественниц, была достаточно образована и подкована в политических и философских трендах. Я про просвещение, если что. Этот комплекс идей и постулатов гулял по Европе второй половины XVIII века, Аки и БЛМ или Мету в наше время. Знаю, сравнение не самое удачное, но масштабы вы представляете. Если вкратце, то идеологи просвещения педалировали тему, что сословное неравенство, произвол властей и засилие церкви — это плохо, а равенство всех перед законом, разделение властей и право на частную собственность — это хорошо. И такие парни, как Вальтер, Монтескио, Дидро, Жанжак, Руссо считали, что абсолютно каждый монарх должен донести эти идеи до своих подданных, то есть просветить их. Но у Екатерины был совсем другой свет в конце туннеля, и имя ему — абсолютная монархия. Императорская власть еще больше укрепилась, а ее основой стала не знающая о своих правах большинство, а очень узенькая прослойка дворян, чей статус сверхлюдей был узаконен. При этом в переписке с вышеупомянутыми философами Екатерина доказывала, что соблюдает все идеи просвещения. Ну а те поддакивали, еще бы, ведь некоторых из них Российская императрица фактически содержала. Но обо всем по порядку. Вообще, поначалу императрица и сама искренне верила, что следует всем инновациям. Так, Сенат перелопатили, разделили на шесть департаментов, каждый из которых занимался своей сферой управления, ну а сам орган стал главным судебным учреждением страны. Еще одну интересную идею Екатерине предложил ее соратник Никита Панин учредить особый орган, императорский совет, который бы состоял из шести-восьми министров, которых бы назначала императрица. Цель – помочь монарху разобраться с наплывом важных вопросов. И ведь могло получиться начало очень медленного и постепенного перехода к ограничению монархии, но Панин допустил одну фатальную оговорку. Он мотивировал создание нового органа тем, что это бы лишило влияния на власть фаворитов, или, как называл их сам Панин, припадочных людей. Но вот проблема, Екатерина любила фаворитов, причем в прямом и переносном смысле, так что проект императорского совета так и остался проектом. Церковные земли забрали, как было решено еще при Петре III. Кстати, вместе с землей государство получило от церкви еще и миллион крестьян, которых теперь стали называть экономическими. Стоп, до этого церковь что, людьми владела? Не говорите им об этом. Несомненно, главным достижением императрицы должна была стать деятельность уложенной комиссии. Так назвали временный созывной орган, куда были приглашены представители всех сословий. Ну, или почти всех. Ну, что там крепостные? Сколько их? Десять? Двадцать миллионов? Еще скажите, они тоже люди. Главной целью уложенной комиссии была разработка нового законодательства и прописывание прав всех сословий. Екатерина, как руководство к действию, составила для депутатов специальный наказ, где обрисовала свое видение счастливого российского будущего. Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не может действовать сходно в пространстве столь великого государства. Всякое другое правление не только было бы в России вредно, но в конец разорительно. Столь великая империя, как Россия, погибла бы, если бы в ней был установлен иной образ правления. Итак, будем молить Бога, чтобы давал он нам всегда благоразумных правителей, которые подчинялись бы законам. Ой да, хоть бы, хоть бы. Думаю, теперь вы понимаете, почему правление Екатерины II историки называют просвещенным абсолютизмом. То есть, по сути дела, все та же абсолютная мощь, но при этом под вывеской идей просвещения. Но вернемся к уложенной комиссии. Ооо, это был настоящий театр абсурда. Глядите, 564 депутата только после восьми, восьми заседаний приняли свое первое решение. Дать императрице Екатерине II титул матери Отечества. Гениально. А че сразу не матери драконов, а? Екатерина за происходящим наблюдала с галерки и время от времени подкидывала председателю комиссии Бибикову подсказки в духе, как насчет законотворчества слуги народа. Но все обсуждения постепенно скатились в дворовые разборки. Никто никому не хотел ничего уступать. Дворяне хотят сохранить монополию на владение крестьянами. Купцы хотят сохранить монополию на торговлю. Граждане просто хотят снижения налогов. Ах да, еще были представители национальных меньшинств, которые практически не говорили по-русски, но в своих национальных костюмах выполняли роль эдакой изюминки мероприятия. В итоге комиссию было решено ввести в искусственную законодательную кому. А именно, всем депутатам в течение нескольких месяцев банально читали текст соборного уложения, наказа императрицы в целых три раза, а также около шести сотен законодательных указов, изданных в последние несколько десятков лет. Прямо как в твоем универе, да? Надо было как-то распускать эту катавасию, и в любой непонятной ситуации русско-турецкая война. Воу-воу, спокойно, не перевозбудитесь, о ней мы с вами поговорим через выпуск. Впрочем, у уложенного цирка, о, то есть комиссии, были и свои позитивные последствия. Так императрица узнала о чаяниях большинства своих подданных, а еще смогла распространить среди них актуальные политические идеи. Ну и, конечно же, прибавила к своей карме плюсиков у любителей попросвещаться. Ну а теперь три занимательных факта по теме выпуска. Первый факт. Англичане изрядно профинансировали приход Екатерины к власти, и нет, я не состою в фан-клубе Старикова и прочих любителей теорий заговора. Просто пока императрица была в игноре у Петра III и еле-еле сводила концы с концами в своей роскошной жизни, английский посол выделял ей на содержание по нескольку десятков тысяч рублей в год. Естественно, недаром Екатерина сливала информацию о русских войсках во время Семилетней войны, которую англичане оперативно передавали пруссакам. Второй факт. При Екатерине II появилась интересная организация – Вольное экономическое общество, и причиной ее появления стала картошка. Дело в том, что еще в середине 1760-х годов новгородский губернатор Сиверс после поездки в Англию загорелся идеей распространять картофель в массы. Да, первые клубни были завезены в Россию еще в начале века при Петре I, однако до сих пор земляные яблоки считались диковинкой, а потому были запрошены деньги на создание специального общества, через которое дворяне смогли бы превратить сельское хозяйство в современное и экономически выгодное предприятие. Как видите, от картофельной до экономического рывка – один шаг. Третий факт. Хоть сама императрица и не слыла транжиры, и не кичилась богатством своего двора, но толк в роскошной жизни знала. Обожала курить дорогие сигары, в день питалась на сумму, равную годовому жалованию десятка рядовых солдат, а еще в начале своего правления раздала поддержавшим ее фаворитам и военным денег и имущество в размере 5% от годового бюджета страны. Екатерина сообразила, что ей ничего нельзя будет кардинально поменять без противодействия дворянству, которому она была и обязана своей властью. Ну что тут скажешь? Не можешь победить? Возглавь! В 1785 году Екатерина издает жалованную грамоту дворянству. Важнейший документ, даже беглый взгляд на который поможет вам понять две вещи. Что такое сословное неравенство и почему эта бумага вызывала у некоторых дворян неконтролируемое слюноводеление. Давайте по пунктам, что теперь дозволялось дворянскому сословию. Свобода от обязательной службы, свобода от всех налогов, свобода от любых телесных наказаний, свободный выезд за границу без ограничений, полное и неограниченное право собственности на недвижимость и крестьян, которых у них даже нельзя толком забрать. В крайнем случае перепишут на своих детей. А еще право беспрепятственно заниматься торговлей и предпринимательством в любых объемах, ну а также суд над дворянами могут вершить только другие дворяне. Ну, теперь-то вы поняли, что у нас на самом деле в стране не коррупция и кумовство, а просто вышедшие из-под контроля Комик-Кон, где чиновники косплеят дворян 18 века. Как говорится, чтобы мы так жили. А, да, там еще была жаловная грамота городам в том же году. Ну, если вкратце, то всех горожан делили на 6 разрядов, и чем выше ты находился, тем больше плюшек, как у дворян, получал. Ну, еще городские думы учредили, но туда могли пробиться только самые богатые и влиятельные. Да и, в принципе, большую часть постоянного населения городов составляли не мещане, не дворяне, а крестьяне. Так что запоминаем, что этот документ просто был и хватит. Ясное дело, что подобные социальные перекосы всколыхнули умы даже крепостных терпил, ну а про казаков или рабочих людей я и вовсе промолчу. Но о всем известном восстании мы поговорим уже в следующий раз. А пока что официально открыта Австралия англичанином Джеймсом Куком, хотя голландские мореплаватели сделали это еще век назад, открыв некий остров. Ну да, немаленький такой остров оказался. Особо впечатлительных германофилов прошу перемотать эту часть, потому как Франция присоединяет к себе Корсику и область Лотарингию. Если вы вдруг подумали, что Екатерина вообще не думала о крестьянах и прочих не одаренных титулами и деньгами подданных, то будете неправы. И правы одновременно. Существовал и проект жалованной грамоты государственным крестьянам, который, однако, так и не был опубликован. И не потому, что этого не хотела Екатерина, а потому, что того не желали дворяне, опасаясь, что после данного документа и их крещенная собственность, а именно так в документах числились крепостные, захочет каких-либо послаблений. И упаси, Боже, свободы. Могла ли Екатерина начхать на мнение дворянства и протолкнуть принятие этого документа? Конечно, могла, но тогда бы и очень быстро ждала судьба Ивана VI или Петра III, которых дворянство скинуло без каких-либо особых проблем. История вертится не только вокруг правителей, но и вокруг тех, кто их окружает и кому они обязаны властью. А это всегда очень небольшой круг людей. Короля делает свита. Помните об этом, когда захотите назвать одного правителя великим, а другого никчемным. И знайте, что история России гораздо неоднозначнее, чем кажется.